Кормлю голубей, друзья. Я люблю кормить голубей. Я вообще люблю кого-то кормить. Здесь я уже на первом этаже. Там я с третьего этажа кормила. Там бабка одна на первом этаже жила, я вам рассказывала уже. Она орала постоянно, кто это бросает, кто это бросает. А тут я уже на первом этаже жила. Могу бросать. Но я всё равно бросала. Привет, дорогие друзья. Видите, как я одета сегодня. Но на балконе же я это всё снимаю. И вот, знаете ли, сегодня не жарко. На мне тёплые халаты, жилеточка такая тёплая, моя любимая. Всё это мягенько, всё это пушистенько. Всё, как я люблю. Так, ну, ну-с, господа, приступим. А при чём тут это, вы скажете? Так, по кофейку. До Нового года ещё целый месяц, даже чуть больше. Но в магазинах уже выставили всяческие цацочки. Я вам показывала. Я вам показывала эту прелесть. Это просто прелесть. И приступим. Ха, по кофейку. Это, друзья мои, был... Наверное, вот я точно не могу вам сказать, это была зима. То ли это был декабрь 87-го, то ли это было уже начало 88-го года. И мы тогда жили в Чите. Мы жили в Чите, в Осетровке. Вдруг Читинцы смотрят. В Осетровке мы жили. А в пятиэтажном доме, у нас был четвёртый этаж, на холме, на возвышенности. Вы знаете, ну, у меня прям была всегда, да, такая. Вы знаете, друзья, из наших окон, а у нас была торцевая часть дома, квартира, общая кухня. И вот две комнаты, одна из которых вообще выходила на обе стороны, на южную и на восточную. И в Речитинских морозах, в этой же большой комнате, она была большая и светлая. И в ней был балкон и большое окно. Это было чудесно, только очень холодно. Знаете ли, в Чите зимой от 35 до 45 градусов мороза. И при этом у нас в этой комнате, именно в большой, было 9 градусов. Да. 9 градусов. Тепла, тепла, не мороза. Так вот. В тот год, ещё раз говорю, я точно не помню. Конец 87-го или... Нет, 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 я ошиблась. Конец 88-го и начало 89-го. Конец 88-го, начало 89-го. Вот этой зимой к нам мамочка прилетела из Одессы. Она в тот год была в Одессе. Ну, именно в это время она была в Одессе в санатории. Они с папой часто ездили в санаторий в Одессу, в санаторий Россия. Подлечивались. И правильно делали. Папа прожил 82 года, мамочка 87 с половиной. Ну, в тот год она была ещё молода и полна сил. И она прилетела к нам из Одессы. Был прямой рейс. Одесса... Прямой рейс, ну да, прямой рейс. Только не Одесса, Чита, а, по-моему, Одесса-Владивосток. Вот что-то такое. Вот, конечно, с обязательной посадкой в Чите. 12 часов лететь. При взлёт посадки. Я вам рассказывала много раз. И прилетела моя мамочка. А в Одессе именно в то время произошёл такое, я бы сказала, природное явление, как оледенение. Был мокрый снег, превратившийся... Был дождь, превратившийся в снег. И знаете, вот у нас в Николаеве такое тоже было и бывало, когда на ветвях вот такие огромные получаются ветки в таких огромных ледяных сосульках. И они ломаются и падают. Аналогичная ситуация с проводами. Провода вот в таких огромных ледяных панцирях, в таких толстых, тоже обрываются и падают. И вот именно в то время в Одессе это произошло. И мамочка улетала, когда из Одессы, она говорит, люди просто сидели на улицах и жгли костры. Электричества не было, потому что всё упало. У нас в Николаеве тоже однажды такое было. И я помню, мы сидели неделю без света. Целую неделю, да, прям стихийное бедствие. Так вот, вот в такой ситуации мамочка уже заканчивала свой лечебный курс в санатории и лечебно-профилактический курс в санатории, и решила навестить нас в Чите. И я подготовилась. Она любила конфеты Белочка, Каракон и Красный Мак. Она любила томатный сок. Она любила с запоем читать книги. Она столько книг прочитала в своей жизни, что я вам просто передать не могу. Очень читающий человек. Да, так вот. Я накупила томатного сока. Много, наверное, банок 20. Накупила конфет Белочка, Красный Мак, Каракон. Вот это я хорошо запомнила. Да, и мы все, вот я, Маришин папа и Мариночка, мы обитали тогда в маленькой комнатке, а в большую я решила поселить мамочку. И вы скажете, боже, что это за дочь такая? Там 9 градусов. Ты ж только что сказала 9 градусов. Да, но нет. Значит так. Горячая чашечка, она греет. Не-не, мамочка чашечкой не согревалась. Ой. Поставлен туда был вот такой круглый нагреватель с открытой спиралью. Знаете, такая зеркальная линза, вогнутая, я бы сказала, да? И в ней вот эти вот открытые спиральки ярко-красного, раскаленного цвета. Грела изумительно. И вы знаете, мамочка там, там тепло стало. Вот. И мамочка там читала, ела конфеты, и как она тогда выражалась, и балдела. И потом на протяжении многих лет она вспоминала эту поездку-перелёт к нам в Читу с огромным удовольствием. и говорила, повторяла то, что она там ела конфеты. Вот это вот, вот этот огромный жаркий радиатор ей обогревал комнату, и он стоял недалеко от неё, распространяя вокруг себя такое уютное тепло. И вот она балдела под книжечки, под конфетки и под всё это. Ну да. А вы скажите, а при чём тут бусы? Вы знаете, я купила тогда не только конфеты, томатный сок и подготовила много книг. У нас всегда было очень много книг, чтобы мамочка читала, развлекалась, получала огромное удовольствие от этого. И я купила ей ещё. Она очень любила сиренево-фиолетовые тона. Вот сиреневый и фиолетовый – это её были любимые цвета. И я купила ей в сиренево-фиолетовых тонах атласный халат домашний. Знаете, там такие были сиренево-фиолетовые разводы какие-то, такие красивые, такие сочные, не ядовитые. Это был ещё советский халат. Он был не ядовитый, и не был он блеклый, как сейчас многие любят писать, что вообще всё было серое, блеклое и ужасное. Это неправда. Это такая ложь. Были прекрасные цвета, не вырви глаз, а именно благородные сиренево-фиолетовые цвета на халате. Я вам показываю фиолетовые, а там были сиренево-фиолетовые. Такие разводы, она пришла в восторг. И ещё. Я купила ей чешскую брошь. Абэ. Я всё время, девочки, Аврора Бориалис или Аврора Бонярис, наверное, Бориалис. Опять же, я купила ей чешскую брошь. Абэ вот такого цвета. Вот такого цвета. Вот так она переливалась красиво, зеркально-бензиново играла. Мамочка была в восторге. Она вообще не любительница была украшений. Но ей было очень приятно. И брошь эту. Понимаете? Она как бы... Она носила серьги и бусы... Не серьги, а клипсы и бусы. А брошь... Вот как-то, видимо, ей мешали броши. Она могла на праздник надеть. Вот так. То есть, как бы не на каждый день. Она была в восторге от такой броши. И вот эти бусы мне напоминают о том её приезде. Это было такое приятное. Это было такое чудесное время. Я очень привязана была к маме. И вы знаете, я очень страдала, что приходится жить от неё вдали. Несмотря на то, что я безумно любила своего мужа, ребёнка. Мне очень не хватало мамы. Очень. И вот мамочка прилетела. И сейчас ещё скажу вам о виде из наших окон. Вот представляете? Чита. Осетровка. То есть, осетровка это, ну скажем, в десяти минутах поездки на автобусе от центра Читы. Скажем, от площади Ленина, да? И вот это осетровка, посёлок. Ну, там воинские части, военные дома стояли. На пригорке стоит наш пятиэтажный дом. И мы живём на четвёртом этаже. Девочки, там такая панорама из окон была. Вот эти вот там ингода. Да, я вижу ингоду, несмотря на то, что, значит, так, вот с этой стороны стоит пятиэтажка. Но она пониже. Мы на пригорке. И я вижу ингоду. Ингода – это река в Чите. Она с таким течением мощным. Я вижу ингоду. Я вижу сопки. Вы знаете, там такие сопки. И перед ингодой, и за ингодой. Картина, как в книжках детских, когда, вот знаете, ну вот картина художника. Особенно красиво это было осенью. Это было шикарно. Когда вот берёзки уже начинают быть такими, желтеет начинают, да. И вот потом, видишь, там стоят сосны зелёные и жёлтые берёзки. Это было шикарно. И вот так вот по горизонту самолёты летают. На аэропорт. Это были пассажирские самолёты. Вот так вот летают. И я всё время с восхищением смотрела на самолёты и думала, это то, что связывает меня с Николаевым. Это то, что связывает меня с мамочкой. Чем ценен был Николаев? Там были все наши, все мои. Вот сейчас там уже, ну вот как-то так. Опустел. Вот. По кофейку. Этот вид из окон меня просто восхищал. Это было шикарно. Ещё раз. Сопки. Ингада. Снова сопки. За рекой огни зажигаются. Какой-то там то ли завод, то ли что-то. Я не знаю, что там было. Какое-то предприятие было. За рекой. И вот когда начинало смеркаться, зажигались огни. Я уже говорила, я очень люблю время, когда садится солнце и начинает смеркаться. Вот это время, когда вот начинают зажигаться огни. А ещё не темно. Девочки, это так романтично. Это в такой восторг меня приводило. Я вам просто передать не могу. Это было шикарно. Вот такой был вид из окна. Вот такая была чудесная зима. Вот такое было чудесное время, когда прилетела к нам моя мамочка. Восемьдесят восьмой конец года. Начало восемьдесят девятого. Какой именно месяц, не скажу. Может быть, Мариша помнит. Хотя она была ещё маленькая. Ей тогда было пять лет. Ну, пусть шесть. Шесть. А потом... А потом... Перейду немножечко, да. А потом мы переехали в Антипиху. Там было очень удобно. Там была близко остановка, близко магазин. Всё-всё-всё-всё близко. Панорамы из окна особой не было. Но было настолько удобно и комфортно. Это был второй этаж. Это был тоже балкон. И это была детская площадка у меня на виду. Вот, прям вот-вот-вот. И это... И это, когда уже Мариша пошла в первый класс. Это последний год нашего пребывания в Чите. Это была дорога Мариши в школу, которую я прослеживала из окна от подъезда прямо до входа в школу. Ну, зрение у меня тогда было хорошее. Сто процентное. Друзья мои. Садик детский перед окном. Школа. У меня, как всегда, перед окном всё такое интересненькое. С собачками гуляют постоянно. Движение вообще, всё время движение. Я обожаю движение. Я просто обожаю движение. Я не люблю, когда жизнь замирает. На этом я заканчиваю свою вспоминажку. Маникюрчик буду обновлять. Не обращайте внимания. Всех люблю. Всем хорошего настроения. И если у вас были приятные моменты в жизни, их нужно вспоминать. Они нас питают. Пока-пока-пока.